Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Как мы и обещали, поговорим сейчас о фестивале американского кино, который организует посольство США в Латвии. 17 по 19 декабря будет возможность посмотреть 6 фильмов. В зеленом режиме все понятно, те же самые правила безопасности, сертификаты. Но интересно, что эти 6 фильмов, как уже знакомые, которые шли в латвийском прокате, так есть и те картины, которые никогда еще не показывались в Латвии, причем на большом я имею в виду экране, и причем это фильмы достаточно свежие и получившие даже и номинации на премию «Оскар» и сами статуэтки. Вот обо всем об этом, какие картины, как их можно посмотреть, мы попросим рассказать главу отдела прессы посольства США в Латвии. Оскар Авила с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, привет. Спасибо большое за приглашение. Доброе утро, Оскар. Тема фестиваля в этом году «Вокспополь» или «Глаз народа». Расскажите, почему именно такая тема и именно такая подборка фильмов? Да, кстати, во-первых, прошу прощения, если мой русский язык не идеален, но извините, но да, в этом году посольство США представляет совместно с проектом «Кино Курз» и с кинотеатром «Киноситадеали», фестиваля американского кино. И да, тема фестиваля в этом году это «Вокспопола» или «Глаз народа». И мы решили эту тему, потому что, к сожалению, в настоящее время пока мир сталкивается со серьезными проблемами, таких как с расизмом, со социальными разногласиями и так далее. И эти фильмы целяют веру в общество и силу голоса людей, можно сказать. И с точки зрения дипломата, я твердо верю в то, что культура может стимулировать диалог по важным вопросам в обществе. И мы хотим, чтобы вы, конечно, получили удовольствие от просмотра фильмов и задумались над этими проблемами. На фестивале есть шесть фильмов, как вы уже сказали, в том числе три новых фильма, которые, во-первых, будут показаны в Латвии на большом экране. Это «Каджилионер», «One night in Miami» и «Judas in the Black Messiah». Да, и как раз очень интересно, что картины... Я всегда мечтал посмотреть, потому что не было возможности, его так и не показывали. Вот «Иуда и черный мессия». Там же играет Даниэль Калуя, который известен по фильму ужасов «Прочь» «Get Out». И достаточно очень популярный. Я думаю, что его знают, но все-таки очень многие смотрели прошлую картину, и я думаю, что им будет очень интересно посмотреть на его новую роль, тем более, что эта роль была очень признана действительно в выдающейся, и в том числе киноакадемии. Она рассказывает о такой сложной проблеме, действительно, как о борьбе с расизмом, и рассказывает о реальных людях, которые возглавляли организацию «Черной пантеры». И это тоже такие очень интересные реальные события. Интересно, что сразу два режиссерских фильма, человека, которого мы знаем как актера, Джорджа Клуни, будет представлено. Вот, может быть, каким образом эти фильмы «Иды марта» и «Доброй ночи» и «Удачи», «Good night and good luck». Вот почему эти картины тоже будут показаны. Ну, а я могу сделать акцент на фильм «Good night and good luck». Кстати, я также работал журналистом до того, как я поступил на дипломатическую службу. И, как вы уже сказали, борьба с дезинформацией остаётся серьёзной проблемой не только в США, но и во всём мире. И в этом фильме есть известный американский диктор телевидения Эдвард Р. Морро. Он ищет правду, и он выступает за правду в обществе. И, по-моему, говоря о дезинформации, мы должны... Этот фильм напоминает нам... Журналисты играют ключевую роль в обществе. И я надеюсь, что никто из нас забудет этого. И, по-моему, этот фильм очень интересен и очень актуален в настоящее время. И действительно то, что Джордж Клуни, которого мы знаем, ну, может быть, больше как актёра, его две такие режиссёрские работы, тоже очень высоко оцененные критиками и получившие и награды в различных фестивалях и номинации. Вот фильм «Иды Марта» рассказывает больше о политической системе США. И там играет Райан Гослин, который невероятно тоже сейчас популярен. Это, ну, звезда тоже, ну, можно сказать, номер один в Голливуде. А «Good night and good luck» — это, в принципе, история противостояния маккартизму. И это действительно вот, ну, рассказ о мужестве человека, который как будто бы идёт против течения, но он отстаивает просто свободу выражать свои мысли и несогласия, может быть, с какими-то вот другими взглядами. И рискуя своей собственной карьерой. И, может быть, в общем, ну, набирается, может, это очень тоже сильный фильм, который производит совершенно потрясающее впечатление. Я думаю, что обязательно его нужно посмотреть. И... Да, да, да. Оскар, ну, во-первых, хотелось бы отметить ваш прекрасный, замечательный русский язык. Я бы так вот не смог рассуждать на тему кино с утра пораньше на английском языке, так что огромное вам спасибо. Среди фильмов есть классические, ещё чёрно-белые, ещё 40-х годов. «It's a wonderful life». И для американцев, ну, как вот я понимаю, это что-то сродни российской иронии судьбы. Его показывают на каждое Рождество, как у нас, «Иронию судьбы», на Новый год. Почему этот фильм так важен и так любимым американцами? Да, к сожалению, я никогда не смотрел этот советский фильм, но я... О, вам ещё предстоит. К сожалению. Я... Ну, это так. «It's a wonderful life», это прекрасная жизнь. Эта традиция в США смотреть этот фильм «Каждое Рождество». И они... Скажите, вы когда-нибудь смотрели этот фильм? Да, не единожды. Конечно. Да, что-то у нас зависло. Что-то с интернетом. На самом деле, мы смотрели, пока здесь останавливается. Да, да, да. Да, да, да. Наш ответ — да, мы видели этот фильм. Да, я не хочу дать спойлер, но это история Джорджа Бейли, который находится на грани жизни и смерти. И этот фильм напоминает нам голос каждого человека, важен, ценный и имеет вес. Это, как вы сказали, очень сильный. И да, это очень-очень трогательный фильм. Это классик, классический фильм. Действительно. Кстати, раньше посольство США и Киноколдс проводили два фестиваля независимого кино. И в этом году мы продолжаем традицию, включив в программу не только независимые фильмы, но и классические фильмы, как «Это прекрасная жизнь». А я хочу сказать, что, по-моему, Пол Маккартни, вот когда его спрашивали, ну вот о том, какой фильм заставлял его плакать, он говорил, что каждый раз, когда я смотрю этот фильм, я не могу сдержать слез. И вот я не стыжусь этих слез, потому что это делает меня лучше. Просто, ну, я думаю, что те, кто придет в кинотеатр, запасайтесь носовыми платками. То есть спойлерить не будем, да? Не будем, но на каких моментах? Ну, я не знаю, может быть. Ну, главный герой, находясь в депрессии, решает, что всем его близким, семье прежде всего, было бы лучше, если бы он вообще не рождался. И появляется персонаж, который показывает ему его жизнь, точнее, жизнь его близких без него. Ну, да. Ну, это такой спойлер, можно сказать. Ну, я сейчас рассказываю, вспоминаю, у меня уже слезы на глаза наворачиваются. На самом деле, очень трогательный фильм. Поверьте, если кто-то не смотрел, обязательно. А еще есть актриса, которая вот появляется в двух картинах. Это Эван Рэйчел Вуд, она появляется в фильме «Иды Марта». И у нее главная роль в фильме «Каджи Леонер», который тоже вот такая интересная судьба молодой девушки, у которой ее родители мошенники, которые пытаются толкнуть ее вот на тот же самый преступный путь. И, в принципе, тоже такая очень интересная, необычная картина, которая, ну, вот буквально в последнем, по-моему, в прошлом году появилась на экранах. И еще один фильм «Одна ночь в Майами». Ведь это интересен фильм тем, что это режиссерская работа актрисы Реджины Кинг. И это такая фантазия о том, как могли бы встретиться три знаменитых в Америке очень-очень популярных персонажей, среди которых Мохаммед Али, по-моему, Сэм Кук и еще несколько вот... Акку Минкс. Да, конечно, да. И вот их встреча, которая не состоялась в реальности, но в жизни, но это вот как бы фантазия на то, о чем они могли бы поговорить, если бы встретились вместе. И я понимаю, что это тоже очень важные для Америки проблемы поднимаются в этом фильме. Да, я, да, как я уже сказал, многие из главных героев этих фильмов зависит, выступают за правду, как Эдвард Армур. Я могу говорить о Фред Хэмптон на фильме «Judas and the Black Messiah», Малком Макс, в фильме «One Night in Miami». И поэтому, да, мне кажется, что эти фильмы очень интересны, очень актуальны в настоящее время. К сожалению, я никогда не смотрел эти фильмы. «One Night in Miami», «Judas and the Black Messiah». Поэтому я очень рад, что у меня есть возможность смотреть эти фильмы здесь, в Альтерии. Я понимаю, что эти фильмы можно посмотреть абсолютно бесплатно. И этот фестиваль открыт для всех. Каким образом можно заранее забронировать билеты и получить их? Да, да, сеансы, фестивали бесплатные, но количество вам есть, конечно, ограничено. Поэтому вы можете найти всю информацию на нашей странице Facebook. Я могу сказать, что фильмы будут демонстрироваться на английском языке, с титрами на латическом и на русском языках. И да, вместе бесплатные билеты. Ну и также билеты доступны на странице kinokults.lv. Каким образом началось сотрудничество с kinokults? В чем их вклад и помощь в организации этого фестиваля? Да, мы несколько лет сотрудничаем с проектом kinokults. Не только в этом фестивале, но раньше. И наше цель в целом, это чтобы... Мы сотрудничаем, чтобы жители в Латвии познакомились с американской культурой. Это в том числе кино. Можно сказать, что... Можно говорить также о музыке, о спорте и так далее. Но фильмы — это другие возможности обсуждать о американской культуре. И да, мы очень рады, что у нас есть возможность. Будет ли какое-то продолжение? То есть ожидается ли это на будущие годы такое же сотрудничество? Можно ли ждать, что фестиваль будет продолжен? К сожалению, у нас опять... Повторите, пожалуйста, извините. Да, да. Можно ли ждать, что фестивали будут продолжаться в будущем, на будущий год и потом? То есть будет ли это такая традиция такого фестиваля уже постоянной? Да, время покажет. Но я надеюсь, что мы проводили, как я сказал, в прошлом году... Мы проводили фестиваль в прошлом году и два года назад. Сотрудничество с кинотеатр, с проектом Кинокулт. И да, мы очень рады, что у нас еще есть возможность сотрудничать в этом году. Можно ли ждать, может быть, в каких-то других областях, не только в кино? Может быть, это могут быть выставки американских художников? Это могут быть какие-то музыкальные выступления американских музыкантов? Да, и я надеюсь, что, к сожалению, из-за коронавируса очень трудно в настоящее время организовать обмен между странами, но в настоящее время есть виртуальный обмен. И да, это включение музыки, фильмы и так далее. Это очень важно. Я работаю в отделе печати культуры, и это наш цель в нашем отделе. Ну, будем надеяться, что как можно скорее коронавирус закончится, и можно будет сотрудничать в полном объеме. Итак, еще раз, с 17 по 19 декабря совместный проект посольства США в Латвии и проекта «Киноколдс», фестиваль американского кино, шесть фильмов классических и современных, их можно будет посмотреть в кино «Цитаделла» абсолютно бесплатно на английском языке, но с субтитрами на латышском и русском. Вся подробная информация на странице на аккаунте посольства в сети Facebook и на странице «Киноколдс.лв». Мы благодарим главу отдела прессы посольства в Латвии Оскара Авила, который был с нами и рассказал на замечательном русском языке об этих американских фильмах. Спасибо, спасибо большое. Добро пожаловать в Латвию. Оскар, всего вам доброго. С наступающими. Ну и отдельно пожелаем, конечно, посмотреть в этом году впервые «Иронию судьбы». Чуть позже обязательно нам расскажете о своих впечатлениях. Хорошего дня, Оскар. Всего доброго. До свидания. Ну и, наверное, мы тоже будем потихонечку закругляться. Впереди очень интересная программа «Без антракта». И Евгения Шерменева, как всегда, будет рассказывать о новинках Латвийского театра. Так что буквально через несколько минут продолжим после новостей. Радио Балтком МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАЦЦИИ